Великобритания раскритиковали меры правительства против распространения коронавируса. Ученые считают, если политики не станут серьезнее относиться к проблеме, то число заразившейся COVID-19 достигнет сотен тысяч человек. На сегодняшний день инфицированных Великобританией около двух тысяч, а жертв больше 70. Рассказывает наш лондонский корреспондент Галамжан Хараманула. Почти во всех странах Европы объявлен карантин, а в Соединенном Королевстве даже школы и детские сады до сих пор работают. Хотя число зараженных и жертв не меньше, чем в других государствах. Правительство считает, что если дети не будут ходить в школы, то взрослым, в том числе и медработникам, придется сидеть дома, когда их помощь будет очень необходима. Но британцы не уверены, что у Национальной службы здравоохранения достаточно иммунитета, чтобы противостоять пандемии. Очень беспокоюсь. Действительно, это сильно волнует. Хватит ли денег, коек, медикаментов, средств защит и, конечно же, медицинского персонала. Обеспокоенность также выражают представители бизнеса. Владельцы пабов, ночных клубов, театров уже на грани разорения. Нет посетителей, так как правительство призывает граждан избегать места массовых скоплений людей. А чтобы их закрыть, нужно распоряжение правительства. Ведь только тогда это будет считаться страховым случаем и убережет их от банкротства. Коронавирус окажет значительное влияние на нашу экономику. Но мы выделяем 330 миллиардов фунтов стерлингов на ее спасение. Малый и средний бизнес может взять беспроцентные кредиты до 5 миллионов фунтов. Маленькие компании получат гранты на сумму до 10 тысяч фунтов. Банки предоставят заемщикам трехмесячные каникулы по ипотеке. В Великобритании уже разработали вакцину от вируса, которая может поступить в клинику для первого тестирования в апреле. Но использовать ее массово можно будет только через год. Халмжан Храманло, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24.